всем доброе утро у нас на улице минус 24 девочки как снег скрипит я как всегда отвезла сыночка садик это кажется как снег скрипит елочка все снегом у нас красота отвезла старшего садик хвостиков пойду кормить минус 24 девочки для санкт-петербурга это нереально много очень много поверьте красота и нравится как зимой выглядит вот эти качели по новогоднему класс снежок кого нет снежочка девочки я вам передаю зимнее новогоднее настроение все снегу всем привет девочки наверное я еще не здоровалась сейчас лежу тут представляете я так сейчас замерзла на улице у меня машина не завелась просто красота самое интересное что утром она у меня завелась а сейчас решила нафиг нафиг все ужас вообще вызвала такси благо она не завелась у меня во дворе то есть дома вызвала такси туда-обратно разгоняла на такси за сыном муж сейчас едет будет смотреть что с машиной не знаю то ли проводка то ли аккумулятор то ли непонятно чё вот так что вот такая вот история дело это мы теплая жилеточка домашняя хорошо сейчас еще выпила часть ромашкой вот это которые дай херп я заказывала это у нас время три часа темно вот она очень сильно отличается от ромашки которые я покупаю в аптеке день с ночью я могу сказать то что продается в аптеке это просто сено а а вот то что я заказала на херп это реально ромашка мне кто-то писал что дети спокойно пьют ромашку ну настой из ромашки да когда болеют вот видимо у вас хорошая ромашка потому что то что я покупаю у нас в аптеках это сено реально сейчас вам покажу кто вдруг не видел заказывайте тоже на херп я больше не буду нас вот те как покупать будет заканчиваться я закажу снова на херп потому что ну там реально аромат ромашки знаете прям ромашка конечно можно и самим собирать и сушить ромашку но я не могу их отличить ну то есть там же есть какая-то аптечная там такая сякая я короче тем ну и тем более это нужно куда-то ехать куда-то в поле какой-нибудь не здесь же где машины ездят да такие травы то нельзя собирать наверное я так думаю вот сейчас покажу ромашку кому вдруг интересно девочки нахер хвостатики мои тут тоже приткнулись не у нас дома на самом деле тепло но как-то знаете когда на улице минус уже сейчас минус 17 на улице как-то зябко немножко ведь и тут спят баночка то просто на теплом полу валяется она кстати линять у меня начала ведь это мне вчера и вычесывал час опять буду вычесывать сейчас хочу вычесывать и пропылесосить полы еще сегодня сырники хочу сделать вот сырники и салатик наверно ну по крайней мере в планах такое меня так что все у нас целыми днями спят потому что ну так и зябко холодно они обычно у меня выходят там с утра долго гуляют на улице но во дворе я имею ввиду а тут вышли пять секунд и смотрю уже просятся обратно потому что холодно очень так тобой не нормально у нее только лапки подмерзает она знаете как немножко ну в снегу как бы как прихрамывать начинает потому что между пальчиками туда как это снег у нее забивается вот она потом вылизывает дома лапы свои но джузька так вообще у меня мерзлячка до поток на диванчик и тепленько в подушечку носиком ночью вообще дома тепло но на ночь под одеялом со мной спала не жальчиком а вот здесь вот у нас такие полочки это мой муж делала сделал полочки специально для леофана для этого кота ведь они такие снизу как бы забирается и вон туда вот наверх и он все время на спит на этой верхней полочке зрите прикольно же да он очень здесь любит лазить муж специально для него сделал ну просто из доски видите на такие штучки прикрепил вот он там спит тоже соня фасоня такой красавчик я его тут здесь он уже четыре килограмма весит у нас представляете что сын у меня творит 4 килограмма уже кашу тоже не кашу красавчик дремлет такая погода грех не дремать да вот ромашка который я заказывала на хер у меня кто-то выкинул коробочку достался один пакетик это ту который язык покупала в аптеке это реально сено даже по аромату вопрос и вот это союз она даже вот запакованная вот так вот очень вкусно пахнет по сравнению вот с этим вот это просто нереальная вещь девочки вот такой вот заказывала вот этой марки вообще этой марки очень сильно хвалят че на херпи если почитаете отзывы там все положительные отзывы вот на эту марку так что девочки я прям советую ведь и добавлять 4 минутки кому как бы настаивается да и можно пить его даже реально можно просто так пить вот это вот невкусно если просто положить заварить реально невкусно но наверное у нас в аптеках такие продаются да наверное я думаю что просто в разных городах наверное разные разные вот эти вот продают мне так кажется ну по крайней мере сбор какой-нибудь может быть разные еще что-нибудь а вот здесь вот просто просто аромат ромашки такой знаете как будто вот ее только-только высушили вот вот только-только понимаете здесь ну да сено хотя вот это мне было вкусно все познается в сравнении да так что очень советую а я тут девочки кстати хотела показать как теперь выглядит моя кухня я тут немножко переделала все это у меня это штучки зарядные для аккумулятора мужа не даже не буду сказал не трогать поэтому лежит так сбоку вот эти вот поставила сюда вот эти поставила повесила такие прихватки у меня есть не помню что там нет и декор что-то василек на общем иванский текстиль одним словом а здесь я поставила вот сюда в бок вот такую композицию сделала это у меня искусственные цветы но они такие у меня знаете откуда-то я их выдернула одним словом подставочка это я в карелии покупала и просто вот такое белое белый горшочек у меня мне очень нравится это я рис сотворилась будем салатик делать мне очень нравится как выглядит еще единственное хочу мне надо заказать такой знаете сюда подставочку для вот таких ложек потому что я обычно знаете как делаю вот так это очень плохо потому что пачкается вот эта доска поэтому мне нужно что-то сейчас блюдечко поставила ну рис мешала да очень симпатично мне так нравится мне очень нравится вот моя кухня такая серая серо-фиолетово белая вот так что вот так вот так что вот такая вот у меня теперь красота мне очень очень нравится вот и мне кажется этот горшочек туда тоже хорошо вписался и теперь у меня получается столешница чистая стоит только вот это вот это его тот горшочек и все и ничего больше здесь не валяется мне это очень нравится диза что да мне посоветовали кофе почитала комментарии кофе помазать вот это вот вот муж говорит что надо такой у него есть но как есть где то есть наверное или надо купить я не поняла такой специальная вот для специально короче какая-то краска но в общем если он не найдет ту краску тогда я кофе помажу мне посоветовали ну просто хочу чтобы было может быть даже не такое темное а вот ведь у меня подставочки вот эти все вот такого цвета ну чтобы потемнее немножечко было слишком светленько вот а так я сюда напомнила я положила сюда здесь у меня паприка это я сахер заказывала очень удобно вот эти с ложечками здесь у меня куркума это то чем я чаще всего пользуюсь то и насыпала сюда и здесь соль соответственно вот мне так нравится девочки всем советую тоже такие баночки что вот ну вот купила да вроде бы мелочь там да на скидках на хороших купила а вот уже по другому с другим настроением уже готовишь уже и салат хочется приготовить и сырники и все на свете да вот так вот так что так что украшайте не только себя но и свою кухню чтобы было вдохновение готовить в общем будем сейчас делать салатик салатик обычный с кукурузой и с крабовыми палочками сделаю но начну я готовить сырники для начала поставлю их обжариваться и попутно буду делать салат у меня здесь два вида творога один такой зерненый слить в сливках да правильно сказать и 2 обычного такой деревенский поэтому у меня муки получится чуть много чуть больше чем обычно я кладу в сырники но знаю что если положить мало муки то они расплывутся я стараюсь так не делать я обычно так по чуть-чуть добавляю размешиваю потом добавляю еще в общем на глаз скажем так два яичка сюда добавила сахар соль и буду формировать сырнички не обжаривать их с двух сторон на сковородочке на параллельном буду делать салат рис я уже отварила как вы поняли положила в мисочку буду добавлять красный лучок у меня тут остатки огурчик вообще как-то было такое что я тоже решила сделать такой салат но мне не было огурца и место огурца я положила помидорку было тоже очень вкусно однажды я положила и помидор и огурец в этот салат и получилось тоже очень очень вкусно вообще я люблю такое дело знаете делать салат из того что было есть добавила нету не добавила ну как-то так мне кажется так здорово вот муж мне очень любят такие мои салатики вот у меня тут буквально один зеленый лучок еще остался ну что у меня будет лежать нету не все я его тоже салат покрышила и укроп тоже ну не было бы укропа я бы не положила его то есть ну как-то так я все время на самом деле так делаю как я уже сказала вот тоже добавляем сюда укропчик и конечно же крабовые палочки и еще кукурузу крабовые палочки тоже у меня тут осталось муж у меня делал немножко роллов вот и с крабовыми палочками как раз и вот чтобы они не пропадали обычно кстати я крабовые палочки замораживаю то есть кладу морозильник а потом и где-то использую но в этот раз решила на нехорошие ну вкусные такие крабовые палочки думаю ну человек буду замораживать потом достанешь уже немножко не тот вкус но по мне тогда вот я лучше свеженькие сразу и сделаю салатик и мы его там сегодня завтра будем как раз кушать то есть у нас получается такой ужин салат и сырники вот добавила сюда кукурузу сырники кстати мы будем есть или со сметаной или со сгущенкой но больше всего у меня домашний любит со сметаной я в сметану добавляю чуть-чуть сахара и так размешиваю получается очень вкусно я поэтому кстати в сырники добавляю много сахара чтобы они сами по себе были сладкие ну потому что со сгущенкой реже у меня как раз была сметана и мы ее все съедим смотрите кстати какой у меня такой красочный салатик получился я пробую потом еще добавляю немножко соли хотя рис я уже солила при когда варила но вот что-то мне не хватило и вот такой вот у нас получается сегодня ужин вот легкие но все же кстати вот здесь вот в угол вот этот вот здесь у меня все время стоит штатив я снимаю когда готовлю я не могу ставить штатив на пол потому что сок еще тут притащили потому что у меня животные постоянно вокруг меня и они этот штатив постоянно елозит туда-сюда в общем поэтому не получается у меня но кухонька мне моя прямо очень нравится теперь вроде мелочь а здорово вот такие у меня получились сырнички такие достаточно большие делаю будем кушать их со сметаны с чаем и салатик так что вот такой вот легкий ужин но у меня любят иногда вот что-то такое кстати видите мне миска подходит под мою столешницу тоже такая маленькая мелочь но знаете очень люблю такие всякие вещи в общем мы сейчас пойдем уже ужинать легкий ужин но мы очень любим подобные варианты на кстати вообще у меня муж вообще любит салат с котлетами есть ну а здесь я вечером буду немного гладить вообще я обычно кстати глажу левой рукой я не знаю почему мне так удобно режу правый пишу правый а вот глажу левой рукой но здесь так как я решила поснимать немножко здесь я так вот не очень удобно в общем стою поэтому получается таким образом и пока я глажу я бы хотела ответить на вопрос одной из моих зрительниц она меня спрашивала как я начала вести свой канал то есть что меня сподвигло или кто меня уговорил начать снимать я уже как-то давно-давно отвечала на этот вопрос я начала снимать потому что мне хотелось снимать вот просто хотелось я смотрела других девочек разных на ютубе тогда вот такие домашние влоги не особо были популярны в основном было ну что-то про косметику что-то такое подобное и мне тоже очень хотелось очень хотелось но у меня был начале маленький ребенок вот младший сынок а потом вот появилось время и я решила почему бы нет надо начать меня же за это никто не покусает и вам тоже советую если вы очень хотите тоже снимать попытка не пытка вас за это никто не наругает ничто ничто вам даже вкладываться особо не нужно сейчас у всех хорошие телефоны с хорошими камерами поэтому можете включить и показывать то что нравится вам то от чего у вас ну горят глаза и поверьте обязательно найдется свой зритель вот но вот я начала так и первое моё видео кстати было видео пустых баночках не знаю почему я не могу ответить на вопрос почему именно вот именно это видео у меня вышло но мне на тот момент показалось что оно будет интересно вот это видео кстати у меня удалено удалил меня его ютуб почему-то не знаю он там написал мне целую целую эту самую что там какие-то права я там чита нарушая в общем какие-то у меня там сплошные нарушения и кстати когда я начала загружать свое первое видео муж у меня об этом не знал вот я ему рассказала только тогда когда набрала тысячу подписчиков но мне на работе чего я днем снимала загружала вот и когда вот набрала тысячу я ему рассказала то потому что нужно было заключать договор с ютубом я в этом вообще плохо разбираюсь вот и попросила мужа мне помочь он был очень удивлен вот но нормально относится к моему ютубу он кстати у меня такой директор бухгалтер он занимается мне всякими налогами 7 вот этими документами которые необходимы для ютуба я в этом вообще ничего не понимаю я даже не знаю сколько чего там куда чего и такие сложности ну то есть такие технические моменты я в них нет я только снимаю монтирую видео и все остальное если возникают какие-то проблемы я попрошу мужа он мне с удовольствием помогает вот так что вот так вот у меня было вот просто хотела и снимала если вы тоже хотите снимите вы потом просто можете удалить вообще свой канал удалить все свои видео и ну и все и как бы не было ничего зато вы попробовали это лучше чем потом сидите думать но почему же я не попробовала а то что говорят что сейчас большая конкуренция что сейчас развелось много блогеров до развелось но конкуренции нет у каждого человека нет определенного количества подписок до каждый человек может оформить хоть миллион подписок и всех сидеть смотреть и ничего в этом такого нет там может быть сейчас какие-то другие алгоритмы как-то сложнее набрать эту тысячу подписчиков и так далее вообще как-то сложнее может быть продвинуться чем было раньше когда например начинала я это действительно так потому что много что поменялось у ютуба вот но в любом случае можно попробовать может быть вам понравится и вы втянетесь а может быть наоборот нет снимите два-три видео и скажете да ну ерунда все это вот и не будете снимать так что удачи вам немножечко касперюшеньки то говорят что я я его давно не снимала вот он тут сладенький сладенький такой ругается и ругается да бесит все бесит сладкий мальчик мой мужчина родной любимый он всегда тут со мной до госпирюш дуну шлюньки пускает мурлыкает не пускай шлюньки он хорошенький хорошим да мы шлаки вот так вот мама его тут лежала гладил хороший ну что мы тут с касперюшенькой лежим у нас уже совсем вечер и на сегодня я уже буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую и до новых встреч